Это художники, кстати. Они же хоть огромное количество интюдов делали, делали потому, что я не знаю, как сейчас. То есть, немножко другая технология художника не обязательно хорошо рисовать стало. Тогда из этого было невозможно стать даже крупным абстракционистом. Они делали массу интюдов с разных точек зрения, чтобы потом их объединить в одну какую-то вагу. Вот эта опять личностная свобода, острота восприятия, она очень многое определяет в нашей профессии. Собственно, король мир, который мы три года репетировали, мы начали репетировать в переводе пастернам. Замечательный перевод, очень красивый, несколько романтический. Русские переводы вообще все отличаются от первоисточников, особенно от Шерспира, в сторону романтичности и красоты. Это свойство русской поэзии, русского стиха. Это свойство русского языка. Как ни странно, сегодня, когда говорят только лицензурными словами на тротуарах, русский язык, конечно, довольно сильно скукожился и ограничился. Но вообще, русский язык довольно красочный и нежен. Английский гораздо более острый, грубый и прямой язык. Поэтому Шекспир гораздо грубее, автор и его поэзия гораздо грубее и острее, чем мы это себе представляем, читая даже самые талантливые русские переводы. Кроме того, стих очень загоняет воображение и загоняет мускулы языка. Вроде как только начинают говорить стихами, все равно начинается предсказуемая интонация. Поэтому, начав заниматься пастернаком, я понял, что безнадежно какой-то новой ноте, а иначе мне интересно ставить Шекспира, если не найти какую-то, хотя бы одну новую ноту. А все ноты Шекспира известны. Я в это время, мне кажется, второй или третий курс параллельно вел. И я интересом ради, давая задания артистам, профессиональным, талантливым, большим, дал задания студентам, тоже попробовать там пару сцен. Ужасно интересно, что почти одинаково сделали и артисты, и одинаково сделали студенты. Казалось бы, студенты, которые, я выяснил, никогда ни одного шекспировского спектакля не видели. Но штамп шекспировского спектакля возникает моментально, как только у тебя оказывается шекспировский текст. Это Станиславович это замечательно описывал. Ему нужен был буфетный мальчик. Маленькая роль. Играл, ориентировал тревести. Молоденькая. Его это жутко раздражало, что это неправдоподобно, неподлинно. Ему говорят, у нас как раз к буфетчику приехал племянник из деревни. Ну там 12-13 лет, вот абсолютно буфетный мальчик. А буфет всегда держал другой человек. Вот он обрадовался, он любил очень любой поворот. Выписали этого буфетного мальчика, надели его, так как следует по закону буфета того, времени, рассказали ему примерно обстоятельства и текст, он вышел на сцену и стал наигрывать хуже, чем это привести до этого наигрывать. То есть обстоятельства сцены диктует фальшь. И человек начинает фальшивее, еще ничему не научившись. Собственно, когда мы говорим, что надо сохранить чистоту первых ощущений, на самом деле это совсем верно. Надо отделаться от привычной восприятия сцены, как нечто фальшивого и противоположного жизни. Это очень непросто на самом деле. Так вот, чтобы найти новую ноту в Шекспире, я, как бы сказать, попросил сделать подстрочник. И мы стали пробовать подстрочник. Вдруг с мыслями стали находиться. В столбе стали находиться. Мысли стали понятны. Стихотворная форма не закрывала мысли. И, кроме того, они оказались гораздо более резкими, острыми и грубыми, чем это позволяло не только талант Пастернаков, но и технология того времени, когда делался перевод. Это очень же много значит технология времени, когда что-то сочиняется. Я думал, что мы, проведя цикл репетиции на подстрочнике, вернемся к Пастернаку. Мы провели, в общем, почти год репетиции на подстрочнике и вернулись к Пастернаку. И как только мы вернулись к Пастернаку, все, что мы нащупали в подстрочнике, стало исчезать. Все это романтическая интонация и интонация Пастернака, который очень отличается от Шекспирина. Огромный, фантастический поэм. Но совсем другой, чем Шекспирин. Стало исчезать. Я понял, что она мне не разорваться. Когда я попросил сделать не подстрочник уже, а, как бы сказать, такой почти полупрозаический, почти буквалистский перевод Шекспирин. Это перевод, это не подстрочник. Но он почти буквалистский. Он грубый, он резкий. Он не сглаживает острые углы. Там вообще англосаксонцы общаются довольно резко и говорят друг другу в жизни. Если вы читаете американские или английские романы, там очень часто друг другу говорят общающиеся люди. Такие резкие слова, после которых русский бы человек плюнул в лицо или дал бы по морде. А там это, как бы сказать, норма. Гораздо более откровение и общение. И вот так родился спектакль. По сути, родился новый перевод. Он переводов, конечно, все равно нет, все равно трактовка остается. Но он максимально приближен первоисточник. Собственно, все то, что я пытался сказать, это какой-то ответ на вопрос о современной драматургии. У меня сложное очень отношение к современной драматургии. Мне довольна, когда ты оставил много современной прозы, Распутина, Абрамова, своих современников, Эльмана, Галина. И я обнаружил, что когда ты ставишь современную историю, ты испытываешь какие-то совсем особые ощущения, чем ты расставишь в классе. И ты вызываешь особые какие-то чувства зрения. Они особенно как-то остро включаются. Потому что не чисто эстетическое восприятие. А есть еще фактор узнаваемости, фактор знания этой жизни, про которую я говорю. Это довольно сильно. Для современного театра, для современной мутепии театров существовать довольно трудно. Но вот уже довольно много лет для современных пьес не ставил. Потому что последняя, собственно, была пьеса Петрушевский, Московский хор. Для меня современная, для сегодняшнего дня не вполне. Потому что пока не могу найти пьесу, в которой бы при всей правде писания, при всей грубости лексики и жесткости характера, что свойственен сегодняшнему времени, присутствовала бы мощь сострадания. Современная мироматургия констатирует факт мрачности нашей жизни. Иногда издевается над этим фактом. Констатирует факт ограниченности человеческого существа сегодня. Издевается над этим фактом. Очень, как бы сказать, специально это подает. Но не дает единственного. Сострадание к тем, кто так трудно, плохо и даже отвратительно живет. Вне сострадания не могу себе представить литературу. Вне сострадания не могу себе представить спектакль. Он может быть очень резким. Он может даже нецензурные лексики использовать. Хотя это очень сложный вопрос на самом деле. Потому что мера правды относительная. Между правдивым языком и языком, который начинает заражать зрителя возможности так разговаривать, есть какая-то, прилегает какая-то граница. Найти эту границу очень непросто. Но наша спектакль и клаустрофобия впервые в Советском Межсоюзе, а потом в России использовалась нормативная лексика. Не обширно, но довольно внятно. Это было сознательно. Это было некое раздражение зрителя, некое нарушение его покоя. Сегодня, когда такая лексика стала нормой, когда я иду по тротуару и передо мной идёт трое молодых людей и говорят сплошь матом, при этом не ругаются, как я понимаю, а обсуждают вопрос, кто кого любит. Это вслушиваться и начинаешь понимать, что обсуждают. Но всё это определённым языком. Когда это так, то уже, честно говоря, такой диалог передавать на сцене становится неинтересным. Или надо открыть в этом диалоге некую печаль, некое сострадание к тому, кто так косноязычен. Потому что, когда я иду за таким человеком, за такими людьми по тротуару, я испытываю не только обращение. Я испытываю обращение довольно сильно. Но ещё постепенно вслушиваюсь, я начинаю испытывать к ним сострадание. Потому что они не могут найти других слов. При этом они способны испытывать довольно сильные чувства. Я в этом убеждён. Гораздо более способны, чем нам это кажется. У нас на самых сложных наших спектаклях, на Чеховском, на Жизни и Судьбе, на Брадьяхёвском, очень много молодёжи. В общем, такой молодёжи, которые вот, когда я вхожу в зал, и говорю, ой, сидят там двое совсем молодых мальчишек, сидят со совместками и обмениваются в начале спектакля. Я думаю, сейчас начнёт спектакль, нужно будет их выгнать. Нет, начинает спектакль, они там в 2000 немножко помигали своими, потом отложили, гляделись, начинают смотреть. Я думаю, антракт, они сейчас уйдут, ну что и дальше смотреть, дядя Валя. Прихожу по саду, сидят, смотрим до конца, стоят, хлопают довольно, долго аплодируют. Способны испытать чувства. Я подслушал однажды диалог. В зрительном зале, там есть такой изгиб у балкона, где можно встать и не заметить. Стояло два молодых человека, таких попсов. Я с попсовыми прическами. Я не могу пересказать их разговор, потому что он в основном не... Они посмотрели дядю Ваню. Они в основном говорили лиц с другими словами. То есть они в основном просто лиц с другими словами. Но они делились впечатлением. И я понял, что эти впечатления довольно сильные. Они даже стояли, они не уходили. И когда один из них сказал... На весу пойду. Я был потрясён. Вот как? Вот так? Я понял, что они способны испытывать очень сильные и глубокие чувства. У них нет, им не дали, их лишили языка, который способен эти чувства выражать. Но если они способны эти чувства испытывать, то постепенно их язык может расшириться. И это очень важно. Давать им возможность это испытать.